Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив Olympus 75mm f1.8. В прошлом году я уже рассказывал вам про недорогой, но очень крутой объектив от Olympus 45mm f1.8 также. И 45-ка это просто must-have стекло в системе Micro 4.3. Просто если ты снимаешь на Micro, то, ну не знаю, ты как минимум обязан этот объектив у себя иметь. Потому что он действительно очень недорогой, и при этом у него действительно очень хорошее оптическое качество. Ну а наш сегодняшний герой 75mm не столь очевидно обязательное стекло. Да, у него, конечно же, гораздо лучше резкость, гораздо лучше другие оптические характеристики. Та же, например, бокешка гораздо более сытная. Ну и до выхода Pro стекол с дыркой f1.2, пожалуй, это был, наверное, в системе единственный такой настоящий боке-монстр. Но при этом 75-ка остается все-таки праймом. У него нет влагозащиты, у него нет влагозащиты, у него отсутствует механизм переключения быстрого в мануальный режим фокусировки. Но зато к нему можно прикрутить очень сексуальную бленду. И объектив этот максимально близок по своему качеству к Pro стеклам. Но все-таки это не про стекло, и он, в общем, объектив этот не лишен некоторых недостатков. Плюс для прайма он достаточно крупноват, и у него не самое востребованное в современном мире фокусное расстояние. Да, этот объектив 75 мм, он довольно крупный и такой, в принципе, все-таки увесистый. Но не стоит забывать, что фокусное здесь эквивалентно 150 мм со светосилой f1.8. А светосильные объективы на полный кадр уже даже с фокусными расстояниями 135 мм, они многократно крупнее, чем это стекло. Хотя, конечно, на мелких тушках стекло выглядит довольно несуразно. Зато на больших камерах, таких как Olympus E-M1, например, выглядит вполне гармонично и весьма приятно. Качество исполнения превосходное, хоть объектив и относится к среднему классу Olympus, к так называемым праймам. Изготовлен он в Японии, как здесь написано на корпусе, а не во Вьетнаме, как это обычно бывает у праймов Olympus. И изготовлен он, естественно, полностью из металла, то есть весь его конструктив металлический. Пластиковых каких-то или резиновых элементов здесь попросту нет. Кольцо фокусировки здесь также выполнено из металла, крутится оно в обе стороны сколько угодно, никаких ограничений у этого нет. Из пластика тут, наверное, только задняя крышечка и передняя, почему-то передняя они действительно продешевили, она какая-то дешманская. Многие про стекла обладают алюминиевыми крышечками, но здесь такая вот простенькая. Зато посмотрите, скрывает она что? О, какая дырища-то красивая, посмотрите, просто чудо. В остальном уровень исполнения у этого объектива, конечно же, вполне себе как у Pro стекол, с той лишь разницей, что у 75 мм нет влагозащиты, к сожалению. Несмотря на то, что объектив генерирует просто божественное размытие заднего плана, при этом отлично выделяет модель на любом фоне, я не очень часто использовал этот объектив, например, на улице или снимал вообще на открытой диафрагме на него. И как-то получалось спонтанно, что я на этот объектив снимал на открытой диафрагме в основном только ночью, но зато неплохо видно, насколько аккуратные кружочки получаются, все-таки диафрагма здесь скругленная и девятилепестковая. Также на этих фото можно увидеть неплохое, в общем-то, разделение по планам. Например, более отдаленные объекты, они выглядят более такими размытыми, растушеванными. Те, что поближе источники света, они выглядят более резкими. Кстати, все эти фотки сделаны на камеру Micro 4.3 2013 года выпуска. Это OM-D и M1. Ну, для тех как раз людей я напоминаю, которые думают, что Micro, она страшно шумит. И да, она шумит, но не страшно. Если что, ISO здесь от 800 до 1600. На максимально открытой диафрагме объектив показывает, ну, не совсем идеальную картинку. Резкость, конечно, у него отменная, бокешка классная, но все же довольно легко поймать маджентовую или циановую кайму. Поэтому маджентовая чаще всего бывает у каких-то чуть более отдаленных объектов, а циановая у тех, что чуть поближе. Не знаю, как это связано, но, видимо, как это связано с самой оптической схемой. Ну, если совсем чуть-чуть прикрыть диафрагму до f2.2, f2.5, что, в общем, и так оставит тебя с приятной бокешкой, потому что тут фокусное расстояние 150 мм, то хроматические аберрации не особо уже начинают проявляться, их практически нет. Ну, может быть, там редко-редко можно какую-то чуть-чуть фиолетовую каемочку увидеть на каком-то ярком источнике света. Но, в целом, картинка уже становится прям почти идеальной. А вот контровой свет объектив, как и 45 мм, держит далеко не идеально. Тут, конечно же, происходит небольшая потеря контраста, но такая, выглядящая достаточно художественно, как и в случае 45-ки, опять же. Также на объектив можно и блики словить, но вот, чтобы поймать этот блик, я прям действительно старался. Я прям прыгал вокруг модели и ловил источник света таким образом, чтобы прям вот словить блик специально для обзора. В целом же, конечно, такая ситуация не очень частая. Тем более, что я объектив использовал чаще всего нифига не на пленере, а в студийных условиях, практически в тепличных. На мой взгляд, на него отлично получаются различные бьюти-съемки, потому что тут, в общем, собственно, ты снимаешь только лицо модели. Конечно же, импульсные источники света ты выставляешь, чтобы они тебе ее подсветили, эту модель. А диафрагму можно и прикрыть для того, чтобы увеличить глубину резкости. Ну, потому что все-таки при фокусном 150 мм у тебя уже, даже если она чуть-чуть поворачивается в три четверти, у тебя задний, получается, дальний от тебя глаз уже в размытии немножко. Поэтому бьютики в основном у меня здесь снимались на f6.3, f7.1, иногда даже f8. Минимальная дистанция фокусировки у объектива это 84 см, какое-то странное число, но, тем не менее, у тебя как раз получается личико модели в кадре полностью заполненное, и при этом черты лица не искажаются. Единственное, что из-за резкости и детализации высокой этого объектива иногда бывает возможность словить на волосах, на бровях немножко муара. На ранних камерах Olympus, у которых убрали сглаживающий фильтр с матрицы, все-таки муар иногда немного проявлялся. Ну и я вот говорю, что фокусное расстояние и минимальная дистанция фокусировки достаточно удобны для съемки бьютиков, но если же тебе в студии захочется вдруг снять какой-то более общий план или модель в полный рост, то тут уже у тебя есть шанс упереться спиной в стену, потому что если ты будешь дальше-дальше-дальше отходить, в студии бывают залы не очень обширные у некоторых, и это тоже все-таки минусом, я считаю, объектива, потому что фокусное расстояние, оно такое больше под улицу, под пленер рассчитанное, пожалуй. Все-таки умеренное телефото, фокусное расстояние, оно не совсем на руку играет в помещении, когда ты снимаешь. Ну и, кстати, благодаря непревзойденной резкости этого объектива можно отличные пейзажи снимать, ну, если тебе требуется пейзаж, где сжато достаточно перспективы, на таком вот расстоянии фокусном 150 мм. Но единственное, что, естественно, только в городе это нормально будет, это снимать можно, ну, потому что в горы ты с таким объективом не пойдешь, влагозащиты или какой-то там морозостойкости у него не заявлено. Ну и, в общем-то, это не самое универсальное стекло, несмотря на просто отменное, отличное, просто супер качество картинки. Как я уже сказал, оно хорошо подходит для такой-то такой камерной съемки, где вот бьюти, например, где тебе нужно что-то выделить, отдельную какую-то деталь и показать ее во всей красе, ну, как лица людей, например. Также объектив, естественно, подойдет для любителей такой ярко выраженной бакешки, такой красивой, сочной, где вот прям все размыто в салат, и при этом модель выделяется на фоне. Грубо говоря, если вам нравились, например, у Sony G-Master 135 f1.8 или у Canon 135 f2, то вот это примерно сходный экспириенс с этими объективами. Фокусное такое на текущий момент не сильно востребовано людьми, не всем оно нравится, но если вам оно нравится, то этот объектив можно просто смело брать, качество у него супер, снимки получаются великолепные. Если же для вас ближе, ну, фокусные такие классические портретные, которые от 70 до 90 миллиметров, то тогда я бы рекомендовал все-таки взять или любимый мой дешевый 45 f1.8 Olympus, или все-таки немножечко добавить деньжат, он не сильно дороже, чем 75-ка будет, ну, там буквально 10-20 тысяч, сколько там надо добавить, ну, короче, немного, и купить 45 f1.2. Там и бокешка будет достаточно сытная такая, растушеванная, и при этом резкость тоже отличная будет в зоне резкости, и хроматических аберраций там практически нет. Хотя один мой приятель использует этот объектив вообще как объектив для стрит-фотографии, ну, блин, это такой достаточно невовлеченный стрит, который, конечно, имеет право на жизнь, но мной такой стрит не очень приветствуется. Какой смысл снимать, как мышь гребаная откуда-то издалека? Захар, тебе привет. Ну, а сам же я, собственно, объектив этот люблю, хотя использую его не очень часто. Я использую его как-то так точечно, в каких-то определенных съемках, когда мне вот прям необходимо именно такое фокусное расстояние и такая вот резкость. Надеюсь, обзор этот был вам полезен, так что до новых встреч, хороших снимков, пока! Субтитры сделал DimaTorzok